как научить ребенка общаться со сверстниками как развить навыки общения здравствуйте дорогие родители меня зовут шамиль ахмадулин и в этом видео расскажу про наш курс который развивает у ребенка навыки общения но в моем понимании это супер важный супер полезный курс и супер важный навык современном мире когда дети постоянно сидят гаджет тогда и когда коммуникация происходит через смайлы какие-то тексты смешные видюшки и так далее очень важно не упустить момент живого общения ну я думаю что прекрасно понимаете насколько живое общение насколько навык выстраивания правильных отношений с людьми за и насколько он важен во взрослой жизни да в действительности ну не только во взрослой но и в школьной жизни действительности можно считать что это супер важный навык от которого зависит львиная доля успеха человека в жизни потому что если этот навык не развит какими бы умными способными деятельными не были небо у ребенок деятельным да возможно если он не сможет правильно коммуницировать с людьми он соответственно никаких результатов может не получить потому что очень большая часть результатов нашей жизни зависит от нашей коммуникации с другими людьми но и в обратную я думаю среди ваших знакомых есть люди которые никакими сверх данными не обладают умеют лишь хорошо коммуницировать и в действительности получают серьезные результаты в жизни но это не значит что не нужно быть неумехой это значит что нужно этот навык развивать ну и соответственно в нашей программе мы этот навык подробно развиваем то есть будет начальная диагностика когда мы посмотрим насколько навыки общению вашего ребенка развиты но и последовательно понедельно вместе с куратором мы у ребенка вашего эти навыки прокачаем плюс для вас будет полезно интересно будут блоки психологические да вы азы социальной психологии азы психологии общение с точки зрения психологии азы эмоционального интеллекта так же узнаете но и у ребенка мы прокачаем и эмоциональный интеллект и умение выходить из конфликтов до умение побеждать в конфликтов потому что но конфликты это обязательная часть нашей жизни нет людей которые не конфликт у Конфликты всегда случаются. Вопрос не в том, чтобы постоянно избегать конфликтов. Иногда нужно в конфликты вступать, иногда нужно уметь побеждать. Это не значит, что нужно постоянно воевать, но бояться конфликтов тоже плохо. В общем, весь комплекс проблем, связанных с общением, мы в программе решаем. Сейчас будут отзывы, можете их посчитать, ознакомиться. Очень рекомендую эту программу и уверен, что результаты не заставят себя ждать. Точнее, все, кто у нас эту программу проходит, остаются довольными. Единственное, что их расстраивает, что они со своим ребенком не прошли эту программу ранее. Ну, а сейчас отзывы. Для выполнения этого упражнения нам потребуется цветные карандаши и силуэт мальчика или девочки, в зависимости от пола вашего ребенка, соответственно, выбираете нужный силуэт. Время выполнения упражнения 15 минут, и мы даем ребенку следующее задание. Сначала ему нужно выбрать цвет какой-то эмоции, например, злость у нас коричневого цвета, радость красного. В общем, ребенок сам определяет, какого цвета, какие эмоции, какие чувства у него. Далее даем ему силуэт и говорим, представь, что этот мальчик или эта девочка, это ты. И, пожалуйста, закрась те участки, где у тебя какая эмоция или какое чувство находится. Ну, например, радость в руках, любовь в сердце и так далее. То есть мы это не говорим, я, к примеру, рассказываю. И ребенок рисует. Если ребенок придумывает какие-то свои эмоции, мы это ни в коем случае не критикуем. Пусть свои эмоции, свои чувства также отмечает на картинке. В задании куратору вы должны отправить фотографию этого рисунка, пометив сами, какого цвета, какие эмоции у вашего ребенка. То есть прям ручкой можно на этом листочке написать, соответственно, сфотографировать и отправить куратору. Для этого задания нам потребуются два шарика для моделирования. Ну, это длинные такие шарики, из которых в цирке делают собачек, лошадок и так далее. Мы надуваем два шарика, и у нас есть два мяча. Время выполнения упражнения 10-15 минут. Что мы делаем? Мы говорим ребенку, вне зависимости от его пола, давай мы с тобой устроим сражение на этих мячах. Правила у нас такие. Можно бить только по туловищу и по нижней части туловища и по ногам. Сражение у нас начинается с того, что я, ну то есть вы, родитель, говорите слово бой, и заканчивается после того, как вы говорите слово стоп. Сыграйте в одно сражение сначала, да. Ребенок может дополнить еще какими-то дополнительными правилами. И после того, как вы поиграли, спросите у ребенка, смотри, да, мы с тобой сражались. Когда мы с тобой сражались, ты, наверное, злился, был агрессивен, то есть ты хотел выиграть это сражение на мячах. Что тебе позволило не превратить это наше сражение в драку? То есть не превратить в драку, а действовать по правилам. Когда после боя мы начали с тобой сражаться, ты не бил, и я не бил или не бил, да, никуда, кроме как по нижней части туловища и по ногам. И после фразы стоп мы оба остановились. И нужно еще ребенка объяснить, да, почему у нас сейчас с тобой сражение получилось таким веселым, интересным. Потому что у нас было много энергии, много агрессии, и, соответственно, у нас сражение получилось таким веселым, интересным. И нужно объяснить ребенку, что агрессия это не всегда плохо. Это еще и весело, задорно. Но какие-то границы, какие-то правила позволили нам превратить это в интересную игру, а не в драку. Куратору вам нужно написать, как у вашего ребенка получается проявлять, выражать свою агрессию, и как у него получается этой агрессией управлять. Для этого упражнения нам потребуется три листочка, на которой вы маркером пишете крупно «да», «нет», «может быть», и кладете их на пол «может быть», «посередине», «да», «нет», «может быть». Время выполнения упражнений не ограничено. Как все вопросы проработаете, как по всем вопросам подискутируете, так и закончите. Итак, в чем смысл этого упражнения? Ребенок, вы задаете вопрос ребенку, он должен молча выбрать вариант ответа «да», «нет» или «может быть», и встать на этот листочек. И далее вы ведете с ним диалог, он должен обосновать свой ответ. Итак, ну, например, да, давайте на примере ситуацию разберем. Вопрос был, будет в формате, в виде, всегда ли, чтобы дружить, надо делиться конфетами, игрушками и так далее. Ребенок, например, встает на «да», а мы дальше ведем с ним диалог. Ну, а, например, если у тебя сейчас нет конфет и нет игрушек, с тобой никто не будет дружить, то есть задача вести диалог, задача заставить ребенка, в кавычках заставить, да, заставить ребенка мыслить и анализировать свой предыдущий опыт. И тут он скажет, ну, да, вот, например, у меня есть там друг Миша, с ним ему не нужно никаких конфеток и не нужно там никаких игрушек, чтобы мы с ним дружили. Вот, и он встает на «может быть», а есть, например, Вася, он, по-моему, дружит со мной только потому, что я с ним там игрушками делюсь. То есть ребенок должен научиться анализировать, мыслить и, соответственно, вы должны с ним вот такие диалоги проработать. В ответе куратору нужно, соответственно, написать ответы, которые дал в конечном итоге ребенок на каждый из этих вопросов. Ну, а еще раз, смысл этого упражнения именно подискутировать, именно заставить ребенка мыслить, анализировать ситуацию, что ответ на многие вопросы, он не столь однозначен и что, если проанализировать, можно поменять свое мнение.